Четверо ивановских школьников станут свидетелями исторического события. Они проводят командиры корабля «Союз» в полет на Международную космическую станцию. Ребята стали одними из победителей всероссийского конкурса. Для ровесников они пример для подражания. Активисты движения школьников сейчас работают волонтерами в лагере «Строитель». Отдыхающим в честь своей поездки на Байконур придумали космический квест. В нем ребята могут оказаться на других планетах, узнать, как экипируют космонавтов, освежить знания о Юрии Гагарине. Этап называется гравитация. Здесь в игровой форме мы имитируем условия различных планет, а заодно приобретаем опыт командной работы. Нужно передвигаться как каракатица на спине у другого. Также нужно, чтобы из строя людей каждый второй был с поднятыми ножками. И с перевязанными ногами веревкой пройти определенную дистанцию. Отправиться на Байконур ивановским школьникам предстоит 25 июля. На космодроме они проведут 5 дней. Познакомятся с Сергеем Рязанским, председателем российского движения школьников, и космонавтом-исследователем по совместительству. Для них проведут экскурсию по Байконуру. Итогом тура станет запуск ракеты в космос. Невероятные эмоции для обычных школьников. Потому за ценный приз боролись ребята со всей страны. В рамках региона было отобрано 20 работ, которые мы отправляли уже на федеральный уровень. Всего заявок было более 50, и, соответственно, лучшие ребята 4 уже отправились на Россию. Проекты ивановцев были посвящены развитию всероссийского движения школьников. Можно было выбрать информационно-медийное или военно-патриотическое направление. Поезд по информационно-медийному направлению я буду делать свой канал российского движения школьников на глобальном видеохостинге YouTube, где мы будем делать видео каждый день о том, что у нас произошло, какие будут дальше мероприятия и рассказы о каждом направлении. Первый видеоролик, который мы будем делать, будет связан именно с космосом. И тут появилась такая возможность, чтобы я обойканула то, что прилетелся на МКС Сергея Рязанского. Я написала проект, который называется «Смена РДШ-37», в котором я рассказывала о том, что можно привлечь детей в общественную организацию с 8 лет, то есть буквально со 2-го класса. И там я показывала, каким образом можно это сделать интереснее. Мы проводили мероприятия, сразу погружали в деятельность РДШ. Узнать, как ребята проводят время на Байконуре, можно в прямом эфире. Победители конкурса будут вести репортажи с места событий в группе Ивановского отделения российского движения школьников в социальной сети ВКонтакте. Мария Смирнова, Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново, Тейковский район.